всех приветствую на канале с вами как всегда я евгений иванов в общем то что я сегодня хотел сказать очень много вы задаете мне вопросов в комментариях я уже честно говоря устал отвечать на них и решил как бы некоторые вопросы а именно такие вопросы чем же все-таки отличается мотоцикл один от другого какой мотоцикл купить и так далее в общем сегодня вам постараюсь ответить а еще хотел вам поведать о том что наконец-то мне пришла птс к видите это вот на этот мотоцикл на версию вендура да вот такой вот подгон получился честно говоря это было неожиданно это было под новый год и есть видео на канале кто давно подписан тут наверняка видел это видео да мне подарили этот мотоцикл после мотопутешествия и честно говоря я сейчас даже не знаю что мне делать как быть какой мотоцикл оставить конечно я на версии эндуро проехал в общей сложности шесть с половиной тысяч километров из всего пробега пробег у него на данное время 7 но версия fix у меня только он еще прошел обкатку там тысячи километров по моему без копеек сами понимаете что я уже за эти километры я привык к версии эндуро да и fix конечно это классный клевый мотоцикл он мне принес очень много положительных просто эмоций и он обалденный мод я на нем ездил в лесах смотрите по катушке на канале обо всем что я только с ним не делал где только не был и вот так вот он у меня и тонул и был в воде и в общем и кошмар что творилось просто классно проводили время что мне делать как двигаться дальше какой мотоцикл оставить может быть кто-то из вас что-нибудь посоветуй отдельно я прислушаюсь к вашим словам ну и как бы давайте уже наверное ответим на некоторые вопросы которые вы задавали когда вы покупаете мотоцикл вы четко должны понимать из какой цели вы берете этот мотоцикл участвовать в соревнованиях кататься по лайту или например участвовать в хард эндуро это совершенно разные вещи одно дело съездить за грибами за ягодами на охоту просто отдохнуть побуксовать и так далее совсем другое прыгать разрывные участвовать в хард гонках вот так же эти два мотоцикла вот fx и версия эндуро это совершенно два разных мотоцикла по классу версия fx это мягкий комфортный среднеразмерный мотоцикл для активного отдыха но в крайнем случае в лайтовую гонку на нем съездить можно на этом мотоцикле уже можно участвовать в хард эндуро он уже заявлен под спорт у него есть многие комплектации это разные двигателя разные подвески это уже по сути снаряд разрывные прыгать на эффекте конечно здорово можно все что угодно сделать и прыгнуть но вы же понимаете что этот мотоцикл он не рассчитан под это он не рассчитан под хард эндуро обязательно он где-нибудь да что нибудь даст о себе знать буквально совсем недавно в орленке была гонка и в общем-то в хард эндуро вот именно на такой версии шамиль магомедов занял 15 место и я вам хочу сказать что именно такой мотоцикл он предназначен именно для этого версия и fix для этого не приспособлена так съездить в лайтовую покатушку покататься по грязям принесет очень много море эмоций так что делайте правильный выбор при покупке мотоциклов да с одной стороны мне жаль расставаться с каким-то из этих мотоциклов но мне два мотоцикла не надо я не вижу в этом смысла держать два мотоцикла возможно я поеду на алтай на нем не знаю еще пока резина есть лежит она поставить подготовиться и принципе можно ехать по моим видео которое вам показывал по двигателю вы сами видели что все в отличном состоянии и как бы я уверен уже в этом мотоцикле на все сто процентов я доеду на нем хоть на аляску сею было бы время были бы деньги как бы вот и все и желание так скажем но кто из вас спрашивает какой же мотоцикл купить ребят я не знаю какой мотоцикл покупать у вас есть голова на плечах у самих своя и вы думаете и присматривайтесь и выбирайте из рынка прежде чем купить мотоцикл вы задумайтесь и поставьте перед собой именно определенные те цели которые вы хотите и соответственно вы уже смотрите какой мотоцикл вам нужно купить вы можете купить мотоцикл не предназначенный для харда предположим ездить на нем то он у вас сломается и вы будете говорить что китай это говно поэтому давайте как-то будем различать уже правильно позиционировать технику просто изначально нужно это понять и все вы же не поедете на автомобиле предположим на легковом месить грязь куда-нибудь это же совершенно разные вещи на мотоблоке мы землю пашем на машине на спортивном болиде мы по треку гоняем поэтому вот так вот простыми словами вам попытался объяснить в контакте в группах читаю комментарии и там компания avantis она в принципе так и говорит что мол ребята используйте правильно технику правильно позиционируйте ее и тогда все будет нормально но люди почему-то не прислушиваются к этому и используют технику не по назначению поэтому давайте как-то различать уже что к чему в последнее время мне приходится сталкиваться со многими мотоциклами я их собираю ремонтирую делаю предпродажную подготовку и как бы уже постепенно потихоньку начал нарабатывать опыт уже смотрю разницу в мотоциклах вижу как чего насколько где что сделано и поэтому начинаю потихоньку более менее разбираться в этом во всем я надеюсь вы понимаете о чем я говорю и кстати говоря приглашаю вас свой мото гараж на ремонты все что угодно любые ремонты с мототехникой сделаем все вовремя и в срок ну а на сегодня все я прощаюсь с вами до новых встреч на канале с вами как всегда евгений и впереди будет очень много интересного всем удачи добра и до встречи на канале с вами как всегда евгений